вы меня завели я обязан записать говорите нет не продолжаем сначала там была неудачная запись давайте сначала рафаэль я житель бавлинского района татарстана значит мой участок находится можно сказать пойме можно сказать участок сейчас я расширился около потому соседи отказались от своих участков у меня данное время где-то получается у меня в 8 соток и у соседей 4 4 по 8 вот 32 я планирую еще расширяться потому что занимаюсь семеноводством то есть выращивание абрикосов порядка 35 абрикосов которые вышли только знаете как вот вы первый раз когда мы пробовали делать запись было много подробностей которые я боюсь люди не смогут слушать вот я наводящие вопросы сейчас значит так удобнее 30 там чем-то еще цветов не было но были только толщиной не более карандаша я еще новички ладно я пробовал на ваши которые выросли абрикосы производить прививку так как они по толщине не были толщины карандаша это первый год не было удачным а вот в этом году я произвел прививку на у меня удалось привить на абрикоса и еще удалось привить черенок абрикоса на которую мне тоже прислали и которые они и семян вышли так так это рафаэль я буду все равно наводящие вопросы все-таки основное направление противопухолевые свойства амигдалина это манджурцы или все-таки культурные абрикосы на еду какое основное направление нет но основное направление я беру два два варианта два варианта первый вариант для того чтобы заинтересовать людей людей в этом плане ну как сказать садоводов я им бесплатно бою сажал посадил шести человеком шести семьям в разных местах по два абрикоса для того чтобы заинтересовать они даже отказываются ну говорит у нас участки мало маленькие мы не можем посадить я году я вам бесплатно сажаю я говорю с таким условием что через пять лет вы мне предоставьте семена этих вот абрикосов вот таким расчетом а насчет манджурск абрикосов манджурск абрикосов значит будем получать семена для получения амигдалина этого противоракового средства вот такой был план и такой я пока наметил план на 8 лет потому что это будет проект серьезный вот если будет большие как говорится появится в большом количестве манджурск абрикосов я буду претендовать подам заявление местную администрацию для получения гранда потому что у нас осуществляется проект овощеводов этих садоводов потом пчеловодов и занимается садоводством и родственников поэтому четыре года назад четыре человека из нашего то есть так сказать и жителей бандитского района получили грамм по миллион рублей я тоже хотел подключиться на этот проект как я вас перебиваю снова дело в том что вы сейчас произвели на меня такое впечатление мы давно знакомы я вас знаю как абсолютно порядочного человека только сейчас вы еще что вы мне сказали три минуты назад я вам дарю 1000 рублей на монтаж фильмов из этого я вам знаете как вот расчувствовался вот поверите слезы на глазах я вышлю тысячу косточек манджурского абрикоса тысячу вот но меня интересует другое сейчас это фактически получается подарок но я хочу понять у вас есть амигдалин у вас есть какая технология или просто вырастить огромное количество абрикосов деревьев чтобы каждый ел кто плоды а кто мякоть вот этот серебряные два варианта решения проблемы я вот сейчас изучаю я как говорится у нас я бы хотел подключить еще наших профессоров казанского университета которые выпустили книгу фитопрепараты алёй 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 потерялся что-то я уронил это поэтому ничего все нормально я слышу вас переживаю поэтому когда ходишь этот более такой же у меня тоже система так сказать планы грандиозные конечно в этом плане вот 1 1 насчет амигдалина первое я то что читал литературу они получают амигдалин уже реальное реальным как говорится времени амигдалин есть мексиканский вот они его получать жидком виде вот он грязный не такой чистый который есть побочный эффект а где чистый взять где у ведь кругом чистого нету практически потому что по технологии которые я вот сейчас проверяю потому что это то чистая мигдалин можно получить под средством рефекционной колонны рефекционной колонны то есть там процесс сложный вот как получение фитопрепаратов вот этот сложный процесс потому что я еще пока потихонечку подхожу к этому делу вот а у меня первоочередное получение как сказать натуральных натуральных мандюрских абрикосов и натуральных абрикосов можно просто употреблять пищу вот вот знаете почему опять я перебиваю смотрите вы можете получить лекарство которое может быть человеку продлить жизнь на сто лет но бога наша бюрократия его его задушит потому потому что они не смогут зарабатывать деньги вот это все сейчас единственное я считаю вот хотите это рафаэль мы старые друзья уже представим себе что по башкирии расползлось вот для начала вы умеете старифицировать да вот эти мои тысячи костик допустим превратятся в наверное 900 деревьев если нормально да вот вы меня подкупили тем что вы людям бесплатно раздавали саженцы дальше с селков муга чуть ли не платить им чтобы они эти саженцы у себя посадили а потом расползется ведь вы знаете они дают урожая по не за по 20 30 40 ведер но не сразу конечно нас уже может живых не будет но вся пашкирия может покрыться этими абрикосовым садом сплошным это такая реальность на рядом до профессора им это в голову не приходит и мне кажется пошлют они вас далеко да ладно грандиозный конечно в этом плане но пока еще даже сын не хочет заниматься этим моим я так вот плачу деньги но я продавать и будем расширяться давай будем этот пока я пробовал конечно вообще сен-совет администрация как сказать возглавить но они не пускают потому что здесь завязана политика потому что я свое время заниматься ну я как член кпрс и секретарь партийной организации они мне в общем этот за протестное движение наказали поэтому я нахожусь как бы в опале администрации они как говорится ну являются общественным общественно как сказать общественным врагом врагом администрации поэтому они не дают продвигать вот эти новые технологии я хотел конечно но все равно я буду двигать в этом направлении вот как они там не хотели вот пока вот хочу конечно оформить 2 гектара земли но пока еще результат если будет у меня и шаженцы штук 200 пройдут в этом году в смысле весной если зайдут тут тоже можно будет претензовать на более ну как сказать на более большую площадь а сейчас пока мне задача получения маточного сада вот первую а потом уже будет двигаться дальше рифа и потихонечку охватывать население павлинского района но не только павлинского района я уже в блинногорском районе посадил сколько вам лет я думаю наверное мы это пройдем период вот сейчас надо будет искать среди садоводов твоих приемников давайте так давайте так в этом я выставляю наш разговор на этот самый своем канале на ю тубе увидят потом в яндекс за не увидят давайте так вы можете как можно сейчас найти друзей или вы диктуете номер телефона все-таки сохраняя какой-то анонимность или прямо адрес диктуете что они нам сделают что они нам сделают мы же старые большевики короче диктует диктуете телефон мне он тоже кстати нужен мне нужен для посылки да ну еще подумайте светиться будете еще раз подумайте минуту давайте так ну скорее всего у человека деньги кончились сейчас я ему буду звонить сейчас я буду звонить и мы продолжим смелый мужик да я думал молодой ничего можно успеть я же много успел так ну что за происки ну в принципе друзья давайте так я сейчас у него телефон мог все отключиться только того что могла бы сесть батарейки правильно вот вторая попытка допустим у него разрезался телефон я не думаю что он раздумал давать нам номер вот потом жители башкирии жители татарей все кто рядом живет челябинская область рядом пожалуйста можете через меня с ним связываться ему одному трудно он сам это сказал а пока будем закругляться как и так очень серьезный мужик вот я тоже не болтун я ему высылаю тысячу косточек это зайдет восемьсот девятьсот деревьев это невероятно первый шаг нас не будет но нас рафаэлем будут помнить и башкирии в татарии челябинске давайте я закругляюсь пусть на такой пафосной ноте вы заметили сотни сотни моих фильмов заканчиваются так уныло и здесь тоже если сказать кто ему поможет профессора пошлют которая рядом допустим университетах скорее всего никто не войдет с ним в эту самую в одну команду вот все тут говорить вот и все равно то что он сейчас рассказал это оптимизм человек дышит оптимизмом и вы кто как по-своему можем поддержать понимаете я его пенсионера за язык не тянул когда он сказал я высылаю тысячу рублей на монтаж фильма это за 5 фильмов будет монтирована за его счет 5 по 200 а с другой стороны представляете как добро расширяется вот вам тысячу костик а он умеет уже умеет с ними обращаться вот видели это на этом уже на оптимистической ноте мы с вами закончим этот разговор ох для меня душе праздник у меня в глазах слезы вот как хорошо что нас не мало не немного но мы есть до свидания друзья